Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из 44-й беседы Иоанна Златоуста на святого Евангелиста Матфея. Христос назвал роскошь тернием, ибо она уязвляет боли, нежели терния, и изнуряет душу сильнее, нежели забота, и причиняет самые мучительные боли, как телу, так и душе. Не столько мучает забота, сколько пресыщение. Ибо если бессонница, боли в висках, тягость в голове и болезни в желудке мучат пресыщенного, то представь, сколько терний жесточе это. Как терния, с какой бы стороны ни брали его, окравливает руки, так и роскошь вонзает язву и в ноги, и в руки, и в голову, и в глаза, и вообще во все члены. Она безжизненна и бесплодна, как терния, и гораздо больше его вредна, и вредна для существеннейших частей. Ибо она преждевременно приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет тело влагами, скапливает гной, причиняет множество болезней, и возлагает большую тяжесть и несносное бремя. Следствием того, бывают частые падения, а иногда и погибель. Для чего же, скажи мне, уточняешь тело? Неужели мы принесем тебя в жертву? Или предложим на трапезу? Хорошо откармливать птиц, или лучше сказать, и их нехорошо. Когда уточнеют, употребление в пищу уже не бывает для нас здоровым. Так-то велико злопресыщение, что оно вредно и бессловесным. Откармливая, делаем их бесполезными и для них самих, и для нас, потому что от этой тучности и пищи неудобно вариться, и соки гниют. Но те животные, которых немного кормят, и которые, так сказать, постятся, не употребляют излишней пищи и находятся в трудных работах, бывают весьма полезные для себя и для других, годны для пищи и для всего прочего. Потому-то те, которые питаются ими, бывают более здоровы. Те же, которые употребляют в пищу жирных животных, уподобляются им, соделываясь ленивыми, больными и сами на себя налагая тягчайшие узы. Ничто столько не противно и не вредно телу, как пресыщение. Ничто столько не разрушает, не обременяет и не повреждает его, как неумеренное употребление пищи. Они так безумны, что не хотят даже столько поберечь себя самих, сколько другие берегут мехи. Ибо продавцы вин не наполняют мехи более надлежащего, дабы не порвать их. А они такой заботы не хотят иметь о бедном своем чреве, но до чрезмерности обременяют его пищей, наполняют вином до ушей, ноздрей и самого горла, и таким образом сугубо стесняют дух и ту силу, которая устраивает животную жизнь. Для того ли дана тебе гортань, чтобы ты до самых уст наполнял ее вином и другими вредными веществами? Не для того, человек, но чтобы, во-первых, словословить Бога, воссылать к Нему священные молитвы, читать божественные законы, во-вторых, подавать советы, полезные ближним. А ты как будто для обжорства, только получивший гортань, не даешь ей ни малейшего времени для священного занятия, а во всю жизнь употребляешь ее на постыдную работу. Таковые люди поступают подобно тому, кто, взявши арфу, имеющий золотые струны и хорошо настроенную, вместо того, чтобы ударять в нее и извлекать гармоничные звуки, заваливает ее навозом. Навозом я называю не пищу, но при сыщении великую неумеренность, ибо то, что сверх меры, не питает уже, но вредит. Одно чрево дано только для принятия пищи, а уста, гортань и язык даны для других более необходимых занятий. Или лучше, и чрево дано не просто для принятия пищи, но для принятия пищи умеренной. Оно само показывает нам это, ибо всегда вопиет против нас, когда мы повредим ему таким излишеством. И не только вопиет, но и в отпущении за несправедливость налагает на нас величайшее наказание. И, во-первых, оно наказывает ноги, которые носят его и водят на роскошные пиржества. Потом связывает служащие ему руки за то, что они доставляли ему столь многие и столь хорошее ядство. А у многих оно повредило и самые уста, глаза и голову. Как раб, если возложит на него что-либо свыше сил его, в сильном негодовании оскорбляет своего господина, так и чрево, которому сделали насилие, часто погубляет и портит вместе с прочими членами и самый мозг. Потому хорошо устроил Бог, соединивший с неумеренностью такие вредные следствия, дабы, если добровольно ты не хочешь поступать благоразумно, по крайней мере, против воли, страх и столь большой вред научил тебя умеренности. Итак, зная это, будем убегать роскоши, будем заботиться об умеренности, дабы и здоровьем телесным наслаждаться, и избавив душу от всякой болезни, быть участниками в будущих благах, благодатью человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. 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 Ус-лаби.